Отменить дорожный налог в нынешнем виде и внести его в цену топлива. Эта инициатива на портале Manobals.lv на момент выхода наших новостей в эфир собрала уже 23 тысячи подписей. Это рекордное число в истории Manobals.lv и предложения обязательно рассмотрят депутаты Сейма. А вот примут ли его? Виктория Терентьева продолжит. Транспортный или так называемый дорожный налог сейчас платят почти все. Без него невозможно пройти техосмотр. Сумма зависит от массы машины, объема двигателя и максимальной мощности мотора. Не платят налог инвалиды лица с дипломатическими или консульскими привилегиями. И в Минсообщение, и в Минфине предрекают. Если привязать дорожный налог к цене топлива, платить будем только больше. Бензин подорожает на 6 центов, а дизель на все 7,5. Но у водителей своя точка зрения. Мне кажется, так более честно, чем больше ездишь, тем больше налог. Собственно, зависит не от того, что у тебя стоит в гараже или на стоянке, а зависит от непосредственного использования. Лично для меня такое изменение выровняло бы платеж. Было бы приятно, если бы это еще улучшило качество дорог. Эксперты Минсообщения начали думать, как от дорожного налога уйти. В Минфине на это не согласны. Ведь тогда бюджет потеряет 80 миллионов евро. Смотреть на Литву и Эстонию не нужно, подчеркивают здесь. У наших балтийских соседей дорожного налога нет в принципе. Насколько мне известно, литовцы почти каждый год спрашивают, как у нас обстоят дела с дорожным налогом. Они тоже хотят ввести такую систему. У эстонцев, видимо, другие способы все это контролировать. Тем не менее, инициатива, под которой свои подписи оставили 23 тысячи латвийцев, не будет пылиться на полках Сейма. Сейчас Минсообщение готовит свой документ и готовится идти с ним в правительство. Возможно, в начале декабря. Нам нужно много что сделать. Гарантировать стабильное финансирование дорог. Тут у нас тоже есть предложение. Привязать это к конкретным налогам. Например, на акциз, на нефтепродукты. Сейчас акциз, налог на эксплуатацию транспортного средства и виньетки вместе собирают 550 миллионов в год. На дороги уходит 200 миллионов. Как спасти латвийские дороги? Министр сообщения тут же находит еще один вариант. В идеале нужно вернуть автодорожный фонд. Его, напомню, ликвидировали 13 лет назад. Тогда Минфин возглавлял Валдис Домбровскис. Виктория Терентьева, Карлос Ротис, Ивар Джипицкий. Латвийское телевидение.